Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Звышь стратегичная культура. В регионе убирают кукурузу на силос. Худкая правовая допомога. Работу со зворотами проанализовали у областных объединений профсоюзов. Чатрохлапые сябры и помощники. У Гомеля проходят поборництвы кинологов. А зараз об этом меньшим больше подробязна. Массовая жнева в Украине наближается до финишу. У нашем регионе застается обмолотить 6% площадь. Параллельно завершается нарыхтовка корма у страу другого укосу. А вот уборка кукурузы на силос только стартовала. Ходом работы в Речицком районе потекавилися наши корреспонденты. Выделить некий один накерунок, на кем сегодня сконцентрована увага, у агрокомбинате «Холмич» немогчима. Ален, рыхтовка кукурузы на силос явно сярод приоритетов. Моцные дажжи, які пройшли у минулую суботу, гэтый процесс крыху заморудзели. Тяжкая техника просто не могла выйсти на палетки. Але зараз працонный рытым адновленный. У адрознене адзерневых для кукурузы гэтый год оказался достатково сприяльным. А тому у агрокомбинатсі разлішують на высокую ураджайность. На виду лучше, чем прошлый. И по урожаю, думаю, что центнеры у нас 100 должны быть более урожайны на силах, чем прошлый. При гэтым только кукурузы у агрокомбинатсі «Холмич» не обмежавалися. Другий год у якості кормов для живёлы вырошывается сорга. Культура, вядомая таксама, як суданская трава. Яйе плюс – наявность у рослині цукру. У сполучэні з кукурузы отрымліваецца асабліва карысный корм. У пэлной ступені гэта аналог цукровых бураков, які некалі дабавлялі у раціон громадськага статка. Але сорга більш лёгка вырошываць, а нарыхтока проводзіцца звычайным кукурузоуборышным камбайном. Мы сьем обычно его в конце мая, где-то после 25-го. И вырастает оно нормально. И вот этой весенней влаги, которой не хватает обычно, оно переносит. И, в принципе, два года мы уже занимаемся им сорга. И вот в этом году даже засуха какая была, сильно не повлияла на сорга. Згодно з оперативной информацией Аблас-Льгас-Харшу, зараз кукуруза носилась на Гомищеню, убраная на больше, как пяти тысячах гектаров. Найбольш высокие темпы работ у Брагинским, Жлобинским, Калинковицким и Рыжевским районах. Олег Сунцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадио-компания «Гомель», Рыжевский район. Выник работы со зворотами обмерковывали сёння на посаджении президиума Совета Гомельского областного объединения профсоюзов. У другим квартале года до специалистов поступили 24 звороты. Найбольшая их колькасть тычыцца правовых аспектов працонной деяності. Гэта у приватнасті, парадок скасавання договораў і контрактаў, макчымась піраводу на іншая месца. Узрасла колькасть зворотыў на конта платы працы. Людзі цікавіцца доплатами, гарантыями і компінсаціями працоным. У летку таксама актуальны пытання здравлення і санаторна курортна галячэння. Парфсоюзныя комітэты выкарастовуюць розныя формы работы со зворотами, ад промых телефонных ліній да выязных приёмных. У худким часі у регіони з'явіцца яшчы одна макчымась – звернуться за правовой допомогой. Мы приняли решение о введении с 1 сентября 2018 года новой формы работы Гомельско-областного объединяя профсоюзов. Это профсоюзный телефон доверия, по которому каждый член профсоюза имеет право получить консультацию по трудовым вопросам, либо связанных с ним. Катярина Филипцова будзе отказывать на питанье грамадян кожной авторак и пятницу с 8.30 до 17.30. Номер телефона в Гомелі – 32 90 85. Декрет номер 7 об развитии предпринимательства и шерах принятых разом згиб нормативно-правовых актов становчим чином повпливали на бизнес-климат у регионе. Про это сёння у эфиры радиопрограммы «Открытая студия» рассказала начальника отдела предпринимательства Комитета экономики Гомельского Абловы-Канкама Марина Кривунь. Одна из основных в первых декретах – макчимость распачать свою справу, а необходные документы рыхтовать параллельно за житовлением предпринимательской деятельности. Таким правом у регионе скористалось амаль 350 субъектов господарения. У основных – индивидуальные предпринимательники, которые занимаются автомобильными перевозками. Вселетняя тенденция – активизация регистрации в летние месяцы. Ранее мало кто выращал распачать свою собственную справу в этот период. Процесс створения новых приватных предпринимателей в Вогуле деактивна. С начала года их появилось около 400. И, как следствие, открыто додатковое прационное место. За полугодия, по нашим оценкам, будет создано порядка, на малых предприятиях, порядка тысячи новых рабочих мест. Безусловно, это больше, чем в прошлом периоде, за аналогичное время. Ну и, как я уже говорила, для примера, сейчас достаточно актуальна тема развития малых городов из средних населенных пунктов. Только там зарегистрировано 104 предприятия. Из 104 предприятий почти 30% новых рабочих мест создано именно на этих территориях. Мы протягиваем тему подрихтовки до нового навучального года. Школы Гомельской области уже готовы до его початку. Основная увага селета надавалась створению безопасных умов по усих на керунках. От доброго упорядкования школьных территорий до организации здорового харчавания. Подрабязностями поцекавился Олег Сенцеров. В 27-й Гомельской школе в Учневу готовы принять акционе по шпортной готовности тут отремали еще 8-го жнивня, причем за летний период поспели реализовать усе достаточно масштабные планы, включающие капитальный рамот первого поверха за реконструкцию спальни для первоклассников. А пошнераз работы тут проводили каля 20-ти годов тому, за гэтый час и мэбли состарела, и санитарные потребования изменилися. А прачатаго с гэтого научального года харчавания школьников будя организована у посудности новой столовой. У администрации установы, я ей называюць школьной фишкой, и с гонором додаюць, что усе запланованные работы выканали господачным способом. С допамугой шефов, батьков и властных работников, при этом вздовлили бы стиси без бюджетных сродков. Скрывать не буду, конечно. Спонсорская помощь – это сложно, и мы прекрасно понимаем, что многие предприятия сами находятся в непростой экономической ситуации. Но мы умеем дружить. Вы знаете, на этом мы, наверное, и школа мира. Мы дружим не только с россиянами, школами-побратимами, но и с многими предприятиями, которые окружают нашу школу. У веции летний отпочинок сегодня прошел под девизом «Здорово, голодо, життя». Не глядячи на каникулы, у первой школы не споняла работу «Сешка здоровья». Этот проект тут реализовали на початку червеня, и теперь каждый жадающий может подсправить свои силы в альпинизме. А прочатого на протягу летних каникул в школе проводили акцию по сбору речев для першоклассников. На первые дни нового научного года у первой ветковской средней школы провели акцию с берем парфель першоклассников. Каждый жадающий, наставник, наученец мог попрасить в такий контейнер усе, что необходимо починающему учню. У этом списе, дарячи, аж на 23 предметы. А прочатый непосредственно парфель, у этого розные оловки, альбомы для малевания, математичные наборы и шитки у буйную и узкую косую линейки. Для ветковской средней школы номер один в этой год особливый. 3 листопада установа будет святковать 150 годы. Такие юбилеи, кажуть, необходимо значить масштабно. У планах целый комплекс мероприемств от подрыхтовки классов до надания школьному музею статуса народного. Необходные документы в установе рыхтовали на протягу всякого лета. Что отличится самого музея, то тут сварили проект ящерной экспозиции, накерованной на пропаганду здорового голода життя. Ее центральным экспонатом станет кубок по футболе, який ветковская команда выиграла на областных споборницах в 1955 году. Пропагандой, формированием традиций, значит, спортивных, безусловно, это важнейшая составная часть вот той работы, которую ведет музей, призван вести музей и школа в целом. Здоровый образ жизни. До нового научального года на Гомичине капитально драматовали две школы у житковичек и юстых столбун Витковского района. У остальных установок запланованные работы уже выполнены, те наблюдаются до завершения. Их объемы были разными, але задача – один для всех, творить для школьников беспечные умовы. Одним из основных вопросов являлось, конечно, проведение капитальных текущих ремонтных работ в учреждениях и дошкольного образования, в учреждениях общего и среднего образования. Все планы, намеченные, выполнили к 1 сентября. Все школы 100% готовы принять своих учеников в классах. Линейка пройдет 1 сентября. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадо-компания «Гомель». Про особливости подрыхтовки до нового навучального года. Завтра подзе размова у программе «Диалог». Гостем студии станет начальник Головного управления дукации гомельского облывы канкама Сергей Порошин. Глядите диалогу про мым эфиры на телеканале «Беларусь-4» у 19 годин 20 хвилин. Номер телефона у студии – 34-2043, номер вайбера – 340-043-3. Протягиваем выпуск. Звыж 8 тысяч шмадзетных семья у Гомельской области уже отримали материальную допомогу до нового навучального года. Агульная сумма склала амаль 725 тысяч рублей. Гэта – 55% от выдаткованных на гэтэ мэтэ сродка. Одноразовую материальную допомогу до 1 вересня отримают амаль 30 тысяч школьников со шмадзетных семья. Грошовая выплата, продугледжанная на кожного вучня, установ агульной середней и специальной адукации, складая коля 45 рублей. Малозабеспеченным семьям допомога у подрыхтовцы дзятей до школы оказывается у рамках державной адресной социальной допомоги. Такую подтримку у Гомельской области отримали больше, как 13 тысяч семья. По пытаннях продоставления одноразовой цей адресной допомоги до навучального года, необходимо звертаться у территориальные центры социального обслуговывания по месту жихарства. Уся фарба життя для тебе. Доброчинный марафон Белорусского Республиканского Союза молоди протягивает допомогать малым, яким потребуется дорогое лечение. Чарговый концерт у рамках проекта пройдет 23-го жнивня у Палацы культуры металургов у Жлобеня. На гэтэ раз волонтеры БРСМ припатрымцы артиста у белорусской эстрады допомогуть 5-годовому Тимуру Мишчанку. У хлопчика ДЦП. Детяте потребуется дорогая реабилитация, яку и батькам не по силах оплатить. Да помогут им собрать сродки творчая гурты Лас-Вегас провокация Байсити Мята. А так само выканауцы Вольга Сатюк, Дмитрий Королёв и инши. Концерт почнется у 18-1.30 хвилин у Палацы культуры металургов. Кошт квитка 5 рублёв. Усе сродки от проведения концерта будут пераличаны на доброченный рахунок маленького Тимура. Заслуженный миротворцы Республики Беларусь Ганна Михайлова отзначала в 80-ти годе. С юбилеем я ее веншавалю областным отделением Беларусского фонду Миру. Каля 50-ти годов своего життя яна просвятила работе у Галине культуры за разведе активную громадскую деятельность. Ганна Михайлова – гоноровый член Республиканского правления, а так само областного отделения Беларусского фонду Миру. У своя 80 яна сирот самых активных удельников миротворчых акций и мероприемствов. Патриотичное выхование молоди – одно из ведущих на прамках удейности. Их это зрозумело, бо Великая ичинная война покинула в ее житте глубокий след. Яна былый вязень концлагера, а зараз старшиня областной организации неполнолетних вязней у фашизму. Не глядячи на тяжкое военное деятельство, Ганна Михайлова – оптимист по житте. Я ехала уны девиз – николи не сумывате за все доверить, что калидренна сёння завтра обовязково буде лепш. А тому и наставление сучасной молоди отповедное – робить добрые справы, любить свою родимую и приносить корысть краине. У нас один совет, одно пожелание – оставаться людьми с большой буквы, верить в то, что наша страна в любом случае так хорошо заботясь о подрастающем поколении, не оставит их на всем их жизненном пути. И все у них будет хорошо. Я желаю всем счастья, крепкого здоровья, удачи и в сегодняшнем дне, и на будущее. Чемпионат внутренних войск по службовым шматборьей кинологов стартовал сёння у Гомели, что год на протягу 19 годов у им приймают удел лепшие боевые пары з усёй краины. С паборницей проходят на территории войсковой части 55-25. А кроме кинологов, внутренних войсков у их приймают удел представники Узбройных сил, специального подразделения «Алмаз», Департамента Аховы, Державного мытного комитета и инших силовых ведомств. У сего 15 команд. Сярут службовых собакудельникам, немецкие аучарки, а так само лабрадоры, ротвейлеры, бельгийские аучарки и кокерспенели. Яны профил в пошуку наркотичных сродков, психотропных и выбуховых речевал. На служебную собаку возложены такие специфические задачи, как охрана особо важных государственных объектов. Вот наша Белая АЭС включена. Там тоже существуют собаки и тоже они выполняют свои задачи. Прежде чем щенок будет допущен к подготовке, он проходит несколько этапов тестирования. И специалист-кинолог определяет, может ли он дальше выполнять эту задачу. Он ни в коем случае не выбраковывается, не выбрасывается, просто ему подбирается вид подготовки. Применяю служебную собаку. Фа! Конкурсные выпробования складаются с некоторых этапов. Собаки продемонстрируют навыки дрессировки, психологичную устойливость дострелов, умение затримливать и конвоировать злочинцу. Четвероногие так само будут шукать выбуховые и наркотичные речевы у помешканни и транспорте. Специалисты-кинологи покажут себе у якости следопытов. Выники чемпионату подведут у пятницу 24-го жнивня. Самого мощного гамельчанина выберут у День города. Турнир пройдет 15-го вересня на Пляцовце Каля Медуниверситета. С поборницей будут организованы у двух ваговых категориях. Заявки претендентов на удел приймают до 14-го вересня. Удельники с поборницей будут поднимать бервяно, кантовать шины, тягать тяжкие чемоданы и буксировать трактор. А кроме гонорового титула переможцы отримают и каштовные призы. Это и так само иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресі www.tvrgomil.by Далее у эфиры де-факто спортивные огляда я с вами разведываюся. Всего доброго и до новых встреч у эфиры. Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь4 в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Начнем выпуск с ежедневной сводки ГАИ. Снова сотни нарушений пьяные за рулем. Водителей под градусом на этот раз в регионе оказалось 12. К слову, топ нарушений по-прежнему возглавляют лихачи. За сутки таких почти полторы сотни. Не обошлось и без ДТП. Их зафиксировано 14. В одном пострадал пешеход. Инцидент произошел накануне поздно вечером на улице Полесской в Гомеле. По предварительной версии виновником аварии стал водитель Рено Лагуна. Свершил наезд на 31-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в Гомельскую областную клиническую больницу. Отмечу, в Гомельской области продолжается акция «Уступи дорогу пешеходу». Наряды ДПС максимально приближены к переходам. А следователи ищут очевидцев смертельного ДТП в Гомельском районе. Авария произошла 8 августа около полуночи. На дороге Гомель-Кобрин недалеко от областного центра столкнулись два грузовика «Мерседес». Машины двигались в попутном направлении со стороны речицы. 28-летний водитель одного из указанных транспортных средств скончался на месте происшествия. Следователями для установления обстоятельств и механизма ДТП проведено ряд следственных действий, назначены судебные экспертизы. Следствие обращается к гражданам, которым что-либо известно о рассматриваемом ДТП, позвонить по номерам телефонов, указанным на ваших экранах. Открытая опасность сразу в двух районах собаки провалились в колодце. потребовалась помощь спасателей. В первом случае в Калинковичах пса доставали с глубины около двух метров. Животное не пострадало. В тот же день аналогичный случай произошел в Будокошлевском районе в поселке Чирот. Спасателям поступило сообщение об падении собаки в колодец. Прибыв к месту вызова, они обнаружили собаку в заброшенном колодце глубиной около трех с половиной метров. И при помощи специального инструмента и оборудования достали собаку и отпустили. Собака не пострадала, ветеринарной помощи не нуждалась. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Определились финалисты Кубка Руслана Салея. Трофей 24 августа разыграют Динамо Молодечно и Гродненский Неман. Отметим, что перед заключительным туром первого этапа розыгрыша турнира на путевку в финал претендовали сразу пять команд. В том числе и хоккейный клуб Гомель. В седьмом туре подопечный Олега Хмыля дома играли с еще одним потенциальным финалистом Солигорским Шахтером. На 13-й минуте Сергей Пищук точным броском завершил свой спурт к воротам гостей и открыл счет. Горники отыгрались на старте второго периода усилиями Виктора Бовбеля. Он же на экваторе второй и третий матча вывел гостей вперед. На 45-й минуте Шахтер забросил в третий раз Артур Буйницкий реализовал большинство. На 51-й минуте численный перевес принес успех уже хозяевам. Рысье разыграли сразу двух лишних. Завершал голевой атаку Евгений Соломонов. Сравнять цифры на табло до финальной сирены Гомелю так и не удалось. Поражение 2-3 и лишь пятое место. Жлобинский Металлург также завершал первый этап Кубка Руслана Соле домашним поединком. Как и Рысям с Толеваром порадовать свою торсиду не удалось. Сухое поражение от юности 0-3. Металлург в итоговой таблице расположился на последнем восьмом месте. Три победы подряд футбольный клуб Гомель пока не знает поражений во втором круге национального футбольного чемпионата в элите. В гостях зелено-белые обыграли столичная торпеда. Все голевые события в этом поединке пришлись на второй тайм. Буквально накануне пресс-служба Гомеля сообщила о подписании украинского защитника Бадрия Кубардия. По истечению первого часа игрового времени в майке нового клуба легионер открыл счет забитым мячам. Ассистировал ему Антон Шрамченко. Спустя 15 минут Гидон Баа удвоил преимущество подопечных Алексея Меркулова. Ганец безупречно пробился штрафного. На 82-й минуте Седри Куаджо сократил отставание мячам и не более. 2-1 Гомель побеждает и поднимается на 9-е место в турнирной таблице. Следующий соперник зелено-белых столичная Динамо. 26 августа на поле стадиона центральной команде Алексея Меркулова будет нелегко. Белосинии явно захотят реабилитироваться за неудачи в последних матчах. Начнется игра в 19.45. Женская команда гонбольного клуба Гомель стартовала на товарищеском турнире в чешском городе Мост. Подопечные Тома Жачатера уступая после первого тайма 4 мяча сумели свести к ничьей поединок против польской дружины Кобежице. Впереди у гомельчанок еще два поединка на турнире против команд Банник Мост и Сокол. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова